Друзья, всем привет! У нас сегодня перекладка яйца. Это Турция и Венгрия. Турция вот из таких коробок, верхняя коробка. Венгрия вот такая простая коробочка. Вот тут написано Венгрия, рост 308. Так, их по 242 яйца. Сейчас мы вытаскиваем, скопируем и показываем, что у нас там по неоплоду, по кольцам и так далее. И перекладываем, соответственно, в выводной инкубатор. Кстати, вопросы возникают, как мы дезинфицируем выводной инкубатор. Вот сегодня, допустим, Лена дезинфицировала, отмывала механически его, потом над уксусной кислотой обрабатывала, а потом мы ставили вот такую кварцевую лампу. Видно, нет? Вот такую кварцевую лампу. Так что так обрабатываем. Туда решетки помещаем, ящики. Вот мне в этот раз сегодня не обрабатывали кварцем, мы просто обрызгали, помыли и обрызгали над уксусной кислотой. Все, сейчас перекладываем и дальше включаемся. Можно уточнить, почему сейчас на коробке Венгрия есть этикетка? А когда я только закладывала яйцо и показывала коробку, на ней не было ни малейшей этикетки. А, это уже новая поставка, поэтому я показал. Ну ладно, ну так надо сказать об этом, а то получается, как будто я обманула. А это яйцо из этой коробки у нас крутится еще дополнительно, да, которое мы заложили 19-го числа. Оно здесь же, вот верхние лотки. И бестовское яйцо, оно с 308 еще там Чехии, буквально два лотка, там 60 штук. Да, но сейчас мы не из этой коробки яйца в Венгрии перекладываем. Нет, мы перекладываем из коробки Венгрии, где штампа не было. И видео вот здесь в углу экрана будет, по этой коробке, по этому яйцу. А можно нам посмотреть этот штамп, раз уж ты его показал, да? Посмотрите. А что на нем след кровавый? Без жертв не обошлось, ты выбивал коробку силой. Давай-давай. Ну, да уж. Кто грязными лапами, то натрогал. Вот так. Да? Да. Переложили яйца Венгрии, получилось три лотка. Я сейчас уточнил, по ячейкам посчитал, 241 яйцо у нас было в Венгрии. И вот у нас неоплод. Покажи. Вот так вот. Вот неоплод. И одно кольцо. Значит, у нас 26 яиц получается, да? 26 яиц. Так. И 241 яйцо было. 10,8% неоплода, либо получается 89,2% оплода. Вот такой результат на Венгрии. Сейчас обоскопируем Турцию. И вам показываем. Переложили Турцию. Тоже три лотка получилось, как и Венгрия. Посчитал по ячейкам. Значит, Турции было 237 яиц. Значит, вот то, что я вытащил неоплод. Это сколько у нас здесь? 9 штук. Здесь вот 4 кольца и один замерзший прямо на самой-самой ранней стадии. Давайте вот. Вот это замерзший на ранней стадии. Или вот этот вот? Вот это, наверное. И вот это кольца. Ну, короче, кольца, можете поверить. Так, считаю общий процент с кольцами вместе. Не надо писать, что так не считают. Кому надо? Я сказал, сколько неоплода, можете отдельно посчитать. Так, всего у нас здесь 9,5. 14 штук, правильно? Если вот так вот, 14 штук, да. Значит, так, 14 штук. 237. Это у нас 5,9, то есть 6% неоплода или 94% оплода. Вот такой результат на Венгрии, на Турции. Все. Ждем, смотрим, что выведется и уже там подводим итоги. Делаем первую выборку Венгрии, Турция. Итак, продолжаем инкубацию. Выбрали цыпленка. Вот Венгрия, вот Турция. Как можно видеть, Венгрия лупится чуть раньше, чем Турция. Вот столько цыплят венгерских, вот столько турецких. Так, одного я только убрал с нефтянувшимся желтком. В Венгрии, Турция была вся ровненькая, вся четкая. Все, понес. Вторая выборка спустя 10 часов. Итак, после второй выборки вот столько Турции осталось. И вот столько Венгрии. Так, вот у нас Турция. Вот у нас Венгрия. Все, понес. Последняя выборка. Передний лоток Турция, задний лоток Венгрия. Выбираем, подводим итоги. Все, малышня на месте. Вот такую перегородку я поставил. Разделил Турцию и Венгрию. Посмотрим, если себе останется цыпленок, то тогда понаблюдаем за их ростом. Сеточку помельче. На всякий случай сюда закрепил временно, чтобы они не выпрыгивали. Так что вот так. Ну все, пусть растут. А мы по возможности понаблюдаем. Подводим итоги. Что мы видим? Первый лоток у нас Турция. Два яйца. Причем одно яйцо с цыпленком. Я сейчас... Я оставлю из гуманных соображений этого цыпленка вылупляться. Но посчитаем, как два яйца осталось. Если он выведется и останется живой, значит это будет ему плюс и нам в карму. А считать будем наихудший вариант. То есть два яйца у нас как будто бы осталось. Это Турция. И Венгрия. Здесь... Давайте я вычу, чтобы видно было. Три яйца. Один задохлик. Ну, вот он. Как бы не задохлик, он проклюнулся, но... Присох, по всей видимости. И два без наклёва яйца. Все, здесь дать нечего. А вот этого цыпленка мы отправим обратно. А что, давайте мы и эти тоже вот так сделаем. Значит, что у нас получается? Сейчас мы посчитаем. Вернее, я посчитал, сейчас я расскажу. Видим, что Турция, Турция рознь. Мы говорим, еще раз показываю, вот об этой Турции. Вот об этой Турции мы сейчас говорим. Значит, смотрите. Так, по Турции. 237. По Турции 237 у нас яиц было. Инкубировались вот здесь. Значит, 14 дней оплода плюс кольцо мы вот вытащили. Вот они. Так. То есть у нас осталось, значит, в в одном инкубаторе 223 яйца. Минус 2 яйца. Правильно? Правильно. Получается, 221 цыпленок у нас получился. Вот. Я считаю, общий процент вывода, да, из заложенного яйца. Сюда входят и кольца, и неоплод, и то, что не вывелось. Получается, 93% общий вывод. Кому нужно, еще раз повторяю, посчитать отдельно неоплод, там, процент колец, мы данные вводные вам дали. Пожалуйста, считайте. Так, теперь в Венгрии 241 яйцо у нас было, 26 неоплод плюс кольцо. Вот они. Значит, в выводной инкубатор у нас было заложено 215 яиц. Минус 3 штуки в утиль. Получается, 212 цыплят мы получили. И это 88% общий вывод. Не хочет. Вот такие результаты, ребят. Если, если, если посчитать процент чисто по инкубации, да, не отбросить неоплод и кольца, хорошо, даже если кольца учитывать, допустим, по Турции, вот у нас здесь 4, здесь какие-то кольца, какие-то замерзшие, да, даже если их взять в расчет на погрешность инкубации и 2 штуки добавить, которые не вышли, то у нас все равно где-то около 98% получается чисто по инкубации. То есть красота, кратковый респект, спасибо за инкубаторы. Все, друзья, надеюсь, этот ролик был вам полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, рассказывайте, какие у вас вывода и впечатления по этим яйцам и по цыпленку. Заходите в нашу группу ВКонтакте, ссылочка в описании под роликом. Всем спасибо, всем пока, но пасаран. Все? Поднимайте меня, все приросло. После этой Москвы, я даже, мне ничего не шевелится. Да? Как там столица стоит? Все стоит, Саша. Так стоит столица, мы еле доехали вообще. Я в плане вообще, как по выражению, стоит ли златоглавая. Да, теперь это выражение имеет двоякий смысл. Я понял. Ну все, отдыхайте. А, нет, не отдыхайте, сейчас идем снимать смену 9, взвешивание 40 дней.